И вот я вспомню, что мы с вами говорили, вы не раз упоминали о том, что Путин готовит Россию к тому, чтобы начинать какую-то мобилизацию. И вы называли дату 6 сентября, если я не ошибаюсь, не раз. На 6 сентября официально ничего не было известно, но вот сегодня уже есть информация, об этом пишет издание Moscow Times, ссылаясь на фото доказательства о том, что призывникам в Москве стали закрывать въезд из страны. Можно ли это воспринимать как то, что не хватает Путин ресурсов. Вот КНДР какие-то нашли, но этого тоже мало. Потери за последние 2 месяца это 80 тысяч. Мы с вами тоже говорили, что в среднем за месяц можно собрать, подписать под контракты в районе 30 тысяч. Ну и вот сейчас есть острая проблема с живой силой. Да, ну в общем-то мы с вами говорили, и еще раз я напомню, что к 6 сентября была дана команда военкоматам подготовиться к мобилизации. Это означает, что они должны были удочнить все списки, кто где живет, кто где учится, кто имеет какие-то военноучетные специальности. Ну я говорил по мобилизации. Кто там, значит, где может укрыться. То есть была расписана как по нотам вся вот эта вторая волна мобилизации. И военкоматы это задание выполнили. Они все это дали. Они там дали предложение по тому, кому каких, кого, каких отсрочек лишать. Но мы с вами говорили о том, что решение все равно политическое, не военное, не военкоматовское, и даже не генерального штаба. Генеральный штаб собрал всю эту информацию, передал, как говорится, в Ставку Верховного Главного Команды и Совета Безопасности для принятия соответствующих решений. И мы с вами говорили, что Путин попытается как можно больше оттягивать этот момент, когда нужно призывать мобилизацию, скажем, проводить принудительную мобилизацию. Не добровольную за деньги, а вот принудительную. И мы с вами говорили, что скорее всего ноябрь, скорее всего ноябрь, потому что до ноября вроде они должны протянуть. И вроде там даже эти корейские солдаты, которые как циники наши шутки, они просто дешевле, типа. Вот поэтому берут корейские солдаты, потому что они просто дешевле, банально дешевле. Но тем не менее мы видим, и мы с вами знаем, что с 1 ноября это не только вот этот приказ, не только вот этот вот запрет на выезд, не въезд, а выезд из страны. Будет действовать для людей, подлежащих организации, стоящих на войну четких специалистов. Но мы с вами говорили о том, что к ноябрю вот этот ресурс иссякнет. И скорее всего, если мобилизация и будет, она будет в ноябре. Потому что с 1 ноября поступает еще одно новшество. С 1 ноября любая электронная повестка, отправленная в адрес призываемого и мобилизуемого, она является действительной. И за уклонение от этой повестки электронной повестки отправили куда-то вот там. И уже дальше проблема самого мобилизуемого призывника, если он там ее не заметит, не найдет, не отреагирует, не придет в инкомат. Поэтому я думаю, что сейчас вот эти две базы данных будут переданы в пограничную службу. Там будут поставлены соответствующие сторожки. И любой человек, подблизящий мобилизацией к призыву, будет на границе остановлен. Вот, собственно говоря, мы с вами это предсказывали. Я не исключаю, с учетом таких масштабных потерь, которые идут на фронте, что будем все-таки вынужден будет, если там не договориться с Трампом, не договориться с западным сообществом, не получит, как бы, акцент западное сообщество от Украины. Если вот это и всех не произойдет, то ему придется идти на вторую волну принудительной мобилизации, которую он очень не хочет, поскольку она дает дикий негативный политический эффект. Геннадий, ну вот если вспоминать, да, то, что нужен ресурс и какие-то дедлайны для Путина. Вот издание The Telegraph говорит следующее, что Путин приказал выдавить ВСУ с Курской области к 20 января. 20 января, кто забыл, не знает, это день инаугурации Трампа в 25-м году. И вот, да, вот на 13 ноября потери просто сверх, ну, большие, потому что вот почти 2000 утраты в оккупантов. И что интересно, и западные издания, и наши... Мы имеем 2000 в день. Да, 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 да. И вот западные издания, и наши бойцы, да, которые работают на Курском направлении, говорят, что... Ну, во-первых, Bild говорит, что наступление России это катастрофа. Forbes и аналитики Forbes говорят, что просто провал за последние три дня. Там накаты каждые 15 минут пытаются техникой вот просто проламываться, просто накатывать на позиции. Ну, и вот наши там 47-я, 46-я бригады показывают, как они десятками единиц техники бьют по силам России. Так вот, к чему я веду. Вспоминая о Трампе, можно ли говорить о том, что не только весь мир ждет решений Трампа, но и сам Путин не знает, чего от Трампа ждать. Потому что якобы в последние дни перед выборами в США говорили, что вот Путина очень удовлетворяет позиция и кандидатура Трампа. Но вот мне кажется, что сейчас сам Путин не знает, чего от него ожидать. Говорили о звонках, потом Песков сказал, что нет, это неправда, Трамп не звонил, не угрожал. Как вы считаете, вот опасается Путин решений Трампа? Ну, у меня такого большого инсайдера нет из Кремля, но вот я только что был в Берлине на конференции антивоенного комитета, и там были контакты. Там были контакты, в том числе с выходцами из России некоторыми, которые, ну, скажем так, близки, работали там в администрации президента и так далее. Они утверждают, что избрание Трампа, как говорится, вы знаете, есть такая пословица, и хочется, и ходится. С одной стороны, вроде бы не хотели, чтобы был Трамп, потому что Трамп заявляет, что перестанет помогать при определенных условиях Украине. Я в это не верю. Но, с другой стороны, многие очень считали в Кремле, по крайней мере, утверждают эти мои собеседники, что Трамп непредсказуем, Трамп очень национален. У Трампа, в общем, по большому счету, и мы это четко увидели на избирательной кампании, абсолютно железный характер. Ну, железный. Вот пройдет он такое, там можно любить Трампа, не любить Трампа, ненавидеть его и так далее. Но не признавать, что у них абсолютно остальные яйца, железный характер и нескрушимую волю, это просто невозможно не признать. Поэтому вот именно, мне кажется, этой волей, вот этой жесткости, вот этой непредсказуемости, спонтанности, эмоциональности Трампа, Кремля опасается. И вот мы тут своим старшим сыном мы все время там с ним дискутируем и спорим. И он сказал, буквально там три дня назад, когда мы там тоже общались, говорит, у меня вообще нет ощущения, что вот Путин и Трамп договорятся на тех условиях, которые хочет Путин. Вот, ну, может быть, я бы и не обратил внимание на его слова, потому что это мнение. Но дело в том, что он только что прилетел из Соединенных Штатов Америки, где встречал очень многих политиков и общался с ними. Видим, какие-то ощущения в воздухе висят там. Я разговаривал буквально два дня назад с человеком, работающим внутри республиканской партии. Да, он мне сильно не просветил ситуацию, потому что республиканская партия тоже не понимает до конца, в общем-то, какая будет политика выстроена в дальнейшее время. Но вот так вот у них. Говорит, мы зависим очень сильно от того, что в голове у одного человека. Конечно, мы там будем предпринимать меры, если вдруг у него в голове будет не совсем то, что мы видим. И не совсем то, что мы хотим и желаем. Но, тем не менее, пока вот так. И что он мне сказал, вот этот товарищ, который работает в республиканской партии. Он сказал, что, понимаешь, сейчас Герд Трамп больше слушает, чем говорит. Вот ему сейчас поступают различные планы, различные предложения. И если Герд Трамп обратил внимание, что он сейчас не рассказывает никаких решительных слов. Он не говорит о том, что я там за 24 часа закончу войну. Он не говорит о том, что там какие-то сроки называет. Он не называет какие-то сценарии. Трамп сейчас, как губка его окружения, впитывает всю информацию, которая идет к ним с разных источников по ситуации в Украине, по войне, по всей вообще общей ситуации. Поэтому мы до сих пор не представляем, как будут дальше складываться обстоятельства. Есть, например, предположение, что, допустим, Марк Рубева, который достаточно жесткий и негативно, крайне настроенный человек к Путину, может занять, предположим, кресло секретарей государственного департамента и так далее. Там есть люди, которые очень жестко к этой теме, к путинской, относятся. Они могут встать сейчас на ключевые посты в американской новой администрации. Поэтому, как говорится, еще не вечер. Относиться нужно, понятно, мы ожидаем и ожидает весь мир, и ожидает самая республиканская партия, и, конечно, ожидает Украину, безусловно. Но я думаю, что в Кремле тоже есть опасения на этот счет, потому что Трамп может, если он как бы решит, то его будет трудно сдвинуться от решения, от решения, может быть, для Кремля неприятного. Я на это надеюсь, по крайней мере. Ну вот, мир и Европа, в частности, не просто ожидают, но и пытаются приготовиться к решениям Трампа. Ну и вот бывшая экс-премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая должна вместо Борреля стать дипломатом главным Евросоюза, она сказала следующее, что она выступила за конфискацию замороженных активов в России. Но она сказала следующее, и очень, мне кажется, правильно сказала. Она сказала, что я не буду использовать слово конфискация, потому что речь идет о легальном использовании активов. Вот, Геннадий, вам не кажется, что это серьезное заявление и серьезные шаги? Потому что мы очень много и долго говорили о процентах от замороженных активов, но были какие-то разговоры с Соединенными Штатами Америки, что, может быть, как-то изъять эти активы, а там около 300 миллиардов долларов. И вот сейчас есть человек, который готов делать шаги. Я думаю, что они, конечно, думали об этом, но пока они не нашли механизмов. Поскольку, действительно, все-таки, давайте по-честному скажем, конфискация, конфискация или, там, неважно, используемые легальные, это разрушает серьезные принципы международной финансовой системы, они этого боятся. Но тут есть еще одна хорошая новость из европейских структур. Андрей Скобилиус, наверняка Украина знает этого человека, бывший премьер-министр Литвы, он стал еврокомиссаром по обороне и безопасности. Это новая должность, это новый, так сказать, пост, который введен был в Европейской комиссии, его занимает вот этот уважаемый человек, который занимает очень последовательную и правильную позицию в ситуации с войной, с суверенитетом Украины и так далее и тому подобное. Мы его хорошо знаем, мы бы раз с ним встречались. Это достойный человек, который действительно поддерживает Украину и очень глубоко понимает тему вот этой страшной и агрессивной войны. Поэтому там есть с кем работать сегодня и в Европейском парламенте, и в Европейской комиссии. Просто сейчас мы ждем, когда там они устаканятся, все вот эти вот должности, и можно будет, как бы, так сказать, выстраивать какую-то общую политику в отношении поддержки, помощи Украины, для того, чтобы она могла одержать победу. Или, скажем так, нанести Путину серьезное поражение. Поэтому тут есть определенные возможности для работы. Как я все время говорил, желательно бы эта работа была совместной, пока не получается. Но, как говорится, надежда на умирание последней. Вот поэтому я имею в виду работу совместной политической выставки Украины и российской политической миграции. Но вот пока вопрос не очень сильно движется. Тем не менее, есть над чем работать. И есть люди, которые в Европе очень хорошо понимают, что проигрывать эту войну демократия не имеет права. Прекрасно понимают последствия, которые будут результатом этого проигрыша. Ну да, я надеюсь, что вот сейчас в 35-м составе можно будет действительно понимать более точно позиции Европы. Готовы ли нам взять на себя в случае чего дополнительную нагрузку по поддержке Украины и обеспечению ее оружием и так далее. Вот вспоминали о том, что Марк Руби может стать держсекретарем, да, США при Трампе. И вот издание «Политика» говорит, что окружение Путина и сам Путин должны начинать немножко нервничать, потому что эти люди, в первую очередь, это Марк Рубио и Марк Уолтс, человек, который должен стать советником по нацбезопасности вместо Салевана. Он тоже высказывал поддержку Украине. Ну и вот, политика говорит, что это не очень должно понравиться и немножко так наводит страх на Кремль. Ну вот мы на это тоже надеемся, потому что все-таки Соединенные Штаты Америки, там, конечно, президент играет большую роль, но он первый среди равных. И огромное количество сдерживающих факторов включается, если вдруг президент что-то делает не то. Поэтому мы надеемся на то, что вот эта система сдерживающих противоречий, так называемая, она в данном случае сработает и не позволит Трампу разворачивать оглобли против интересов мира и против интересов самих Соединенных Штатов Америки. Вот на это надежда. Если говорить о внутренних процессах России, Геннадий, вот пытаются «Газпромнефть» и всех-всех большие компании слить в одну, что это означает? Это как-то скрыть не очень положительные тенденции или зачем вот сливать все в одну большую нефтяную компанию? Ну, у меня такое впечатление, что они просто хотят более четко контролировать экспорт нефти, валютную выручку и так далее, и тому подобное. Ну, и заодно показать, что «Луквоза» больше уже нет, как и зависимые нефтяные компании. Там, насколько мне известно, произошли перемены в составе акционеров. Она уже не принадлежит там группе людей, в главе с Эликперовым. По крайней мере, об этом открыто говорят. Вот поэтому вполне возможно, что они хотят какого-то такого создателя монстра, который будет концентрировать все-таки основные выручки, основная поддержка и войны, и всех путинских структур. Это экспорт нефти. Ну, в большей степени. Поэтому они, видимо, хотят его еще более четко контролировать. Это не то, чтобы там у них что-то развалилось. Просто они хотят все знать, все контролировать, использовать эти финансовые потоки более четкие, более жесткие. Это на мой взгляд. Я не очень большой специалист в российской нефтянке. Гораздо больше я специалист в коррупции в этой нефтянке. Она там жуткая, на самом деле. Это мне известно, как говорится, доподлинно и из первых уст. Людей, которые там уже либо работали, либо работали с этими компаниями. Но я имею в виду, в первую очередь, это нефть. Ну, в общем-то, это типичное для госкорпорации явление в России жуткой коррупции внутри. Тем не менее, так как объективная потребность в российской нефте существует, она легко и хорошо продается за рубеж. Видимо, Путин хочет больше контролировать эту тему. Но это мое впечатление. Может быть, абсолютно неправильно. Геннадий, и возвращаясь, конечно же, к Трампу и последствиям его правительства во главе Белого дома. Вот издание Bloomberg говорит, что Трамп намерен требовать уступок от Путина для сделки по Украине. И вот, что на самом деле, плана, вопреки тому, что он говорил, за 24 часа я остановлю эту войну, у него нет плана, но он сейчас активно прорабатывается. И также говорят, что он готов давить. И он человек-бизнесмен Трамп, который просто так ничего отдавать не будет. Ему что-то нужно взамен. И в продолжение этого вопроса, как вы считаете, Геннадий, насколько давление на Путина, а мы знаем, что его как такового никогда не было, насколько он под давлением может идти на какие-то уступки, как человек с силовых структур? Ну, мы с вами раздели вопрос на тексте Трампа и Путина. Что касается Трампа, действительно, по имеющимся у нас, по крайней мере, у меня отрывочным данным из Соединенных Штатов Америки, от республиканцев, у Трампа есть идея такая, чуть ли не предложить и начать реализовывать план по войне, чуть ли не до 20 января, когда мы там говорили о возборщице встречи. Вот, ну вот сначала ввелась идея, что надо февраль, а потом позвонил товарищ и говорит, а вообще, ты, может, и прав. Может быть, это надо сделать и до 20 января, потому что мы видим, что Трамп хочет выработать этот план еще до инаугурации. Вот, это первый, так сказать, ответ по Трампу. Что касается Путина, то тут, в общем, все известно. Путин понимает только язык силы. Вот, объективный язык силы. Все остальные языки у него с этим дело очень плохо. Язык силы и язык лести. Вот, ему там сейчас и зализывают все места. Вот, и он, например, один язык ему нравится, а другой он понимает. Поэтому, если будет предъявлена сила и проявлена сила, вполне возможно, что Путин будет готов пойти, отступить где-то, пойти на уступки и так далее. Это вполне реально. Вопрос только, будет ли эта сила проявлена, какая это будет сила, насколько она будет разрушительной для Путина. Это вопрос, который остается пока без ответа. А так, да, Путин, он не самоубийца. Мы это точно с вами знаем. Ценит жизнь, до сих пор там у него и Алина. В шоколаде и не только Алина. И, в общем-то, он не хотел, так сказать, превращаться в радиоактивный пепел. Или там заканчивать свою жизнь в каком-то бункере. Вот, поэтому при реальной угрозе он прогибается. Геннадий, если вспоминать Курск и жители Курской области, они уже дважды там выходили на митинг, их обвиняли местные власти, что это провокация, что кто вас привел. Проблема в том, что они просили о гуманитарной помощи, и что им негде жить. И как это все выглядело? Вот, более того, что... Вы по какую сторону Курской области имеете в виду? Та, которая под контроль на Украине или та, которая уже пока под контроль на России? Да, нет, нет, сосуд же, та, которую контролирует ВСУ. Вот оттуда люди, которые выехали, они попросили какой-то помощи. Что им сказали, что это провокация, где ваш главный, кто это все выдумал, придумал, на что им сказали, что вы провокаторы, и вот уже нашли того, кто якобы организовал митинг в центре Курска, и уже 20 тысяч рублей штрафа. Вот мне интересно, насколько плевать Кремлю, потому что уже они говорили, что Кремль написали уже как минимум два открытых письма, что им нужна помощь, ответа нету, а официально говорят, что никакого письма нет. Насколько плевать Кремлю на регионы и то, что происходит в регионах? Я так понимаю, что то, что происходит в Курской области, это на втором плане. Ну, я бы даже сказал, что на третьем или на пятом. Ну, я имею в виду с точки зрения вот этих всех обращений. Ну, надо с вами четко понимать логику этого режима. Режим реагирует только на те проблемы, которые ему угрожают. Бунт на коленях, обращения челобитными, там, размещение видео типа «Путин, помоги!» это вещи, которые режиму не угрожают. Они раздражают местных силовиков, они раздражают местных чинушек, те дают команды там, чтобы, как говорится, не допускать разрастания этой активности. Все, чего они боятся, они боятся разрастания этой активности. Почему они там Габышева до сих пор держат психушку? Сейчас вышел про него очень хороший фильм, и я его посмотрел прекрасно на Берлинской конференции. Там понятно, почему они его так же с ним жестко обошлись. Потому что он нумеровался эти два года, и к нему все время примокали люди. И, по большому счету, если там ему не мешать, он бы мог привезти в Москву миллионы людей. Да, это не был бы и военный переворот, но это все-таки было бы очень большое движение массы. И вот они не хотят разрастания этого протеста, поэтому они пытаются его оккупировать на ранней здании. Там сразу какой-то штраф, какой-то арест, 15 суток, ликвидация тех, кто управляет активностью, вожаков. Помните, как у Усоцкого, мы не делали скандалы, нам вождя не доставало. Настоящих бойных мало, вот и нет вожаков. И вот они выбивают более-менее активных людей, которые могут взять на себя организационные функции. Это как оккупирование протеста на ранней стадии, вот это они делают. Потому что задача, чтобы это не разрасталось. Но таких протестов они не боятся. А уж что, если мы говорим о людях, что-то им нужно помочь. Ну, по остаточному принципу. Можем-поможем, не можем, не до вас. Спасение, знаете, вот это опять-таки, обращаясь к литературным и песенным персонажам, как писал Ельц Петров еще сто лет назад, спасение утопающих в России всегда является делом рук самих утопающих. Вот поэтому тут этот принцип, он действует, и в том числе в указании помощи. Ну, что-то им могут выделить, типа, на тебе вот, и больше там не просить. Но не более того, нет такой доктрины в России помогать своему народу. Народ должен выживать сам. Должен жить параллельно от власти, не вмешиваться в ее дела, воспринимать то, что власть делает и творит, и не мешать ей это делать. Вот это, собственно говоря, доктрина, на которой покоится нынешнее строение путинского режима. И так можно говорить. Геннадий, мы с вами вспоминаем о том, что Запад и западные политики неправильно выстраивают свое отношение к войне России в Украине, что они не так понимают Путина. Ну и вот генерал армии США в отставке Уэсли Кларк, мне кажется, очень четко сказал, он сказал следующее, что Путин не думает так, как западные политики. Он мыслит совсем иначе, потому что действует как Гитлер. Поэтому, возможно, западные государственные деятели считают, что не хотят провоцировать Путина. Но на самом деле его не нужно провоцировать, чтобы он продолжал делать то, что он делает. Ну, это так очень понятно сказано, с одной стороны, с другой стороны, немножко закручено. Ну, все проще. Путин впитал в себя, Путин уже человек, который воспитывался при наличии большого количества комплексов и полноценностей. Ну, я не знаю там, двор ли повлиял, земляне повлияло, окружение. Но он эти комплексы не пережил. Он миру всему мстит. Вольный или невольный. Это у него сидит внутри, это уже никуда не денется до его смерти. И Путин воспринимает мир как противника. Весь мир. Путин воспринимает проявление дипломатии, здравого разговора, каких-то там доводов, как проявление слабости, иногда трусости, иногда глупости. И поэтому все вот эти попытки с ним договориться, договориться, переговорить, написать какие-то соглашения, поставить подписи. Вот тут генерал прав, они не понимают, что в голове у Путина. Он считает, что договориться можно только от Пацански, а вот все эти бумаги, все эти международные договоры, все это проявление слабости, и это все можно легко нарушать. Поэтому вот эти все сочетания комплексов неполноценностей, неизжитых, с абсолютной вот этой психологией дворовой споны, это вот то, что Путин принес с собой в Кремль в основу, вложил в основу внутренней, внешней политики. Ну, я как-то вот еще в былые времена разговаривал с одним цередорцем, говорю, слушай, ну вот эта проблема нарастает, вот эта, вот эта, вот как-то надо, ну вы же должны думать на перспективу. А он мне там говорит, слушай, Гена, ну мы там на ТВ, ну слушай, ну хватит нас грузить проблемами. Мы работаем в режиме, вот есть проблема, мы ее решаем, нет проблем, мы о ней не думаем. Вот я это как сейчас помню вот эти слова, типа, мы решаем проблемы по мере поступления, он объяснил. Вот есть ли она наша проблема, да, вот она сейчас, вот мы ее решаем. А если там он говорит, потому что в будущем возникнет, то ли возникнет, то ли не возникнет, мы этим не заморачиваемся. И вот там очень простая схема, очень прагматическая схема. Выгодно, невыгодно, можем всех сделать или не можем, ответят или не ответят, дадут нам по зубам или не дадут, вот сможем мы перетерпеть и все равно победить или не сможем. Вот на этих принципах построена вся как внутренняя, так и внешняя политика. При этом внутренняя, она еще циничная, абсолютно. То есть мы завоевали страну, как мне сказали один из близких товарищей Путина. Страна завоевана, почему бы ее не пограли? Ну, это было сказано типа полушуткой, но принцип-то до сих пор продолжается, продолжает реализовываться во внешней, внутренней политике. Вот такой он Путин. Это не цивилизованный человек. Это не тот человек, который там может говорить, может там каким-то намеком передавать определенные эмоции. Ему нужно говорить прямо, жестко, конкретно и ни в коем случае не моргать. Вот тут совершенно наверное в этом генерал прав. Путин это не цивилизованный власть. Путин это не человек культуры. Путин это человек питерского двора, начиненный комплексами неполноценности, неизжитыми, который привык действовать по понятиям. Собственно говоря, вот и его истерика по поводу Украины была в том числе выросла из встречи в Константинопольском дворце, о котором я говорил, встреча семерки, плюс в России. И он же там сказал, что типа, ребята, я готов там с вами дружить и слушать вас и уважать ваши интересы при одном условии, что вы не будете вмешиваться на мою поляну, а вот этой поляной своей тогда он объявил в своем тосте бывшую территорию Советского Союза. И так как никто тогда не возразил, когда он говорил это в своем тосте по завершению встречи в Константинопольском дворце, но он счел, что по-пацански они договорились. Никто не лезет там ни в Казахстан, ни в Украину, ни в Беларусь, никто не лезет там в Грузию, в Армению. То есть там Путин сам все разруливает. Но это же вот он так воспринял. другие это восприняли как спонтанный какой-то непонятный тост. Призвал договориться таким образом. Они же привыкли вести переговоры, начать какие-то протоколы, закрепить какие-то принципы. Он им сказал, что, давай, договоримся. Это мое, это ваше. Вы не лезете сюда, не лезете туда. Я в таком подходе, конечно, западные лидеры не были готовы. То, что они там отшутились, поулыбались, так сказать, там хмыкнули где-то, промолчали, он воспринял это как за знак согласия. Вот такой Путин, его просто надо понимать. Западным политикам, которые там отягощены многим поколениям людей, закончившие лучшие университеты страны, там, знающие много языков, понимающие там культуру и так далее, им очень трудно понять Путина. Мы пытаемся им объяснить, но они всегда не верят нам. И не могут поверить в том, что Путин совсем другой. А мы пытаемся с вами это объяснять. Геннадий, спасибо вам большое за этот разговор, спасибо, что нашли этим утром время проговорить реально про важные процессы, которые сейчас происходят и непосредственно влияют на фронт и на решения по войне России в Украине. Спасибо большое. Геннадий Гудко, с нами был оппозиционный политик Геннадий Гудко. Вы же сделаете свою справу, которую вы делаете очень хорошо, поставьте лайк в этом видео, прокоментуйте, подписывайтесь и, конечно же, поделитесь этой разговорой. Меня зовут Игорь Гаврошак, с вами мы увидимся в эфире 24-го канала.